Здравствуйте! Недавно вышло мое видео «Перекись водорода. Анализ советов лекции Нюма Вакина. Как правильно и безопасно применять перекись, а как нельзя». Естественно, стали приходить письма, как злобные от бездумных фанатиков, хотя я пояснял и плюсы, и минусы, и ошибки, и правоту Нюма Вакина. Так стали приходить и письма, подтверждающие то, о чем я в этом видео говорил и доказывал. А говорил я научную истину, а не мнение. Еще раз скажу, не должно быть никаких мнений у людей, а должны быть только знания и суждения на основе этих знаний. Вот как бы кому не нравилось и не расходилось это с их верой. Всегда нужно быть честным и бескомпромиссным. Я пояснил, почему прием перекиси внутрь вредно, несмотря на то, что людям порой, по их ощущениям, становилось лучше, легче. Посмотрите то видео, если кто еще его не смотрел. И пояснил я там, как можно и даже желательно применять перекись водорода при каких случаях. А это более пяти случаев. Ну а сейчас я буду зачитывать очень интересные и важные письма из-под того видео и комментировать их. Слушайте внимательно, это очень важно и поучительно. Как раз буду подробнее пояснять ошибки и то, к чему приводит прием перекись водорода внутрь. Ведь перекись не антиоксидант, как неправильно говорил Нюма Вакин, а как раз наоборот окислитель со всеми вытекающими оттуда последствиями. На примере этих людей вы поймете после моих пояснений, акцентов, аналогий, к чему приводит долгосрочное применение перекиси внутрь. А обращаясь к особым, так сказать, людям, скажу. Вы не пишите, даже если очень вам захочется подобное написать, что, мол, мне помогли советы Нюма Вакина, подобное. Я пил перекись много лет, мне помогло, так что Нюма Вакин во всем прав, а вы нет. Так вот, слушайте и думайте. Будет там в том числе и такой человек, который написал, я принимал, мне было лучше, но теперь я понял. А почему он понял и что он понял? Вот давайте еще раз. Итак, Елена Алена, мир вам, Юрий Андреевич. Соглашусь с вашим видео, потому что проанализировав свою недавнюю проблему, поняла, какую ошибку допустила примерно год назад, когда по одному совету начала принимать в большем количестве перекись водорода для лечения миомы, которая была у меня уже примерно 7 лет, 5 сантиметров, пила около месяца. И вместо улучшения за короткое время произошло ухудшение. Когда я пошла на УЗИ, врач сказал, что дополнительно появилось еще две миомы 2,5 сантиметра и совсем маленькая. В августе этого года пришлось ложиться на полостную операцию. А ведь если бы не эти миомы, то можно было бы ту большую миому удалить лазером. Но они были расположены глубоко внутри, поэтому пришлось помучиться. Мне 44 года. Как жаль, что ваше видео не вышло гораздо раньше и что не попалось мне тогда. Дорогие люди, всю информацию всегда внимательно проверяйте и прислушивайтесь к Юрию Андреевичу. Очень мало таких чутких и умных людей. Ну, благодарю, конечно, мне это как бы льстит, но зачитал я совершенно не для этого, чтобы похвастаться, а просто, чтобы вы поняли. Один из примеров случаев. Ну вот, слушайте, дальше будет еще интереснее, только единственное несколько комментариев хочу сказать. Миомы, кисты, полипы, фибромы лечатся безоперационно, правда, долго, около года, иногда до полутора лет, благодаря комплексной терапии, в том числе фунготерапия. Фунготерапия – это наука, изучающая лечебные свойства высших бездиальных грибов. Ну, конечно, меняя питание, убирая сахар из рациона питания, все сладкое. Ну, то есть, применяя комплексный подход, можно гарантированно, точно, абсолютно излечиться от любых доброкачественных опухолей. Об этом у меня много видео на канале, есть и о миомах, есть и программы целые, например, маркерный курс на сайте нашем и так далее. Елена пишет. Большое спасибо Юрию Андреевичу, что сделал такое видео. Это убережет людей от большого вреда. Я только сразу скажу. Разумных людей, мало кого на самом деле. Люди любят учиться на своих ошибках, любят верить во что-то чудесное и, главное, очень простое и дешевое. Вот это, как говорится, для людей просто замануха. Далее. Я доверилась опыту авторитетного врача Немувакина. В 15-м году переслала ролики о соде и перекиси моей свекрови, страдающей от ревматоидного артрита. Через какое-то время свекровь похудела, стала чувствовать себя очень хорошо. Оказалось, что она пила перекись. Затем ее состояние стало ухудшаться, и через месяц у нее обнаружили четвертую стадию рака почки с метастазами в легкие. Она сгорела почти за месяц. Через несколько лет увидели ролик, как парни измеряли. Внимание, люди, внимание. Ролик, как парни, ну какие-то, измеряли ОВП, то есть окислительно-восстановительный потенциал, очень важный показатель, лечебного раствора, в кавычках, вот по Немувакину. Зашкаливало в плюс. Тогда мы поняли, что перекись послужила мощным триггером, то есть спусковым крючком в развитии рака. Люди, не верьте тем, кто здесь отзывается положительно о приеме перекиси. Значит, что здесь очень важно мне вам подчеркнуть? Да, есть случаи, их много, когда людям становится гораздо легче и даже проходят какие-то проблемы. В основном, инфекционного характера и воспалительного, по причине того, что перекись – это антисептик, это средство, убивающее вирусы, грибки, бактерии. Но, послушайте, если вы вменяемые люди, окись, перекись – это окислитель, это мощнейший свободный радикал. А что это такое? Это канцерогены и мутагены. Это вещества, это принцип нарушения процесса деления клеток из-за накопленных ошибок, это нарушение передачи наследственной информации, это образование аномальных клеток, это онкология. В долгосрочной перспективе у кого-то это быстро может быть, как у этой женщины, у кого-то долго, годы, десятилетия, но перекись, естественно, как мощнейший окислитель, вызывает онкологию. Вопрос только в том, насколько ваш организм получает антиоксиданты, защиту от свободных радикалов. И только в этом ясно? Нет, посмотрите то мое видео, это для вас нужно, не для меня. И порядочные люди именно что благодарить будут, а не выпендриваться. Я объяснял в том видео, почему перекись вызывает рак в долгосрочной перспективе, но короткосрочной, многие проблемы проходят со здоровьем, да? И в том видео я еще сказал, мол, не пишите фанаты Неумывайкина, мне тут свои протесты, вы сначала послушайте, а потом не на основании веры вашей, а на основании разума, логики, научных данных попробуйте возразить. Все равно дебилы писали, ну а вот человек с ником Гроза написал, честно, очень мне понравилось это письмо, он написал, я фанат Неумывайкина. То есть вот он признался, я фанат. А дальше что он написал? Но выслушав вас, я с вами полностью согласен, вы все верно говорите. Безусловно. Дальше. Сати. Полностью с вами согласна. У меня в свое время была такая же история с водой. О, тут очень интересно еще один нюанс по перекиси. Не сама перекись как бы помогает во многих случаях, не сама перекись, ну кроме инфекционных там проблем и воспалений некоторых, а то помогает, что люди впервые в жизни стали пить воду. Раньше-то они пили кисель, квас, морс, там, что угодно, кофе, чай, но только не воду. Вы считаете, жидкость какая разница? Ну глупые вы тогда люди, коль так считаете. Посмотрите то мое видео по перекиси, я там это подробно поясняю, в чем разница. Итак, женщина пишет дальше. У меня в свое время была такая же история с водой. Был у меня лимфоденит, в скобках лимфатические отеки на ногах. И в 90-х годах смотрела по телевидению целителя чумака, помните, был такой, который заряжал воду. Я ставила трехлитровую банку, ну перед телевизором, и в течение дня я выпивала около двух литров воды, и остальное количество использовала для умывания. И ноги у меня спали, ну имеют в суду отеки. Потом я догадалась, что это случилось потому, что я стала пить достаточное количество воды. Совершенно верно. Хотя мне советовали пить меньше, чтобы не отекали ноги. Раньше лимфологов вообще не было. И как лечить лимфостаз не знали. Пейте воду, это решает многие проблемы со здоровьем. Ну а я здесь добавлю вот что. Посмотрите мои лекции, по крайней мере вот эту главную о физико-химических свойствах воды. Вот это видео о водородной воде. Что это такое? Это когда в воде по определенным причинам появляется избыточное количество молекулярного водорода. Это происходит при электролизе, например. И вот это последнее мое видео о воде. Эти три ссылки я оставлю вам под видео. Предельно важные лекции о воде. И по лимфатической системе вот мое видео, посмотрите его непременно. Идем далее. Злат Мецески. Спасибо большое, Юрий Андреевич. Считаю это видео отличным дополнением и корректировкой к лекции Нюма Вакина. Совершенно верно. Я не в контре ему сделал данное видео. И не хочу оспаривать его заслуг. Я только лишь указал на те глупости, которые Нюма Вакин говорил. А там были именно глупости. Те неправильные вещи. И те правильные, которые говорил Нюма Вакин. Только я это пояснил, почему он-то это не объяснял. А я это полностью пояснил. Далее пишет человек. Все уже поменялось миллион раз. И травит нас совсем по-другому, меняя состав того, что когда-то исцеляло. А, а это вот о чем речь, что в перьки сейчас стали добавлять химические какие-то присадки. Даже вкус изменился. Да, это есть такая беда. И это уже, так сказать, я говорю, вот в любом случае только наружное применение. Далее. Владимир Новиков. Юрий Андреевич, доброго дня. Подскажите, фульват. Ну, это фульвовые кислоты. Для опрыскивания растений производите? Работаете ли сельскохозпроизводителями? Имеются ли какие-то наработки по полевым культурам? Благодарю за ответ. Да. Во-первых, пересмотрите то видео. Там про это сказано. Конечно, да. И я же там говорил, что берите фульвовую кислоту для этих целей с кремнием. Это фактически аналог, только который стоит, ну, примерно в 100 раз дешевле японского препарата HB-101. Кто знает из огородников-садоводов, да? Там малюсенький тюбик, там несколько тысяч стоит рублей. Крошечный там. Так вот, это фактически то же самое. И опрыскиваете растения, и будет защита и вирусная, и питание растений через лист непосредственно. И все то, что дает препарат японский HB-101. Так, эра водолея. Да уж, действительно, просто поражаюсь глупости некоторых людей. Благодарю. Вы один из немногих, кто поднимает такие темы. Да, это темы о вообще глупости человеческой. О идиотизме. О том, что ладно бы вы давали желаемость с действительной. Но когда о вопросах вселенского масштаба с такой же вселенской глупостью, перефразируя профессора Преображенского, судят разные Шариковы, это, конечно, страшно злит. И даже тот Шариков во много раз отличался, я бы сказал, интеллигентностью от многих представителей современного быдла. Елена Ботта пишет. Юрий Андреевич, вы полностью правы. Я дважды пыталась пить воду с перекисью водорода и дважды имела сильные боли в желудке. На этом мои эксперименты и окончились. Так что я совершенно с вами согласен, что внутрь ее принимать нельзя. Спасибо за интересный ролик. Пожалуйста, единственное, для справедливости хочу сказать, что, конечно, далеко не у всех будут такие же последствия сразу, что боли в желудке. У большинства не будет этого. И, конечно, это не доказывает вообще личный опыт. Вот давайте так. Честный человек, порядочный, вменяемый человек вообще должен говорить. Личный опыт почти ничего не доказывает. Это не статистика. Это не сбор тысяч людей примерно с одними и теми же заболеваниями, возрастных групп. Вы понимаете, как берется научная статистика? Поэтому мне помогло, значит хорошо. Это ничего не значит. Это вообще ничего не значит. Это так же как глупость. Моя бабушка вон пила, курила, 90 лет прожила. Ну и что ты эти хочешь сказать? Ты что ли проживешь столько? Да не проживешь уж. Все. Ушли те времена, это генетика. Сотни факторов вредных действуют сейчас на человека, когда тогда не действовали на бабушек. Тем более с неиспорченной генетикой. Поэтому сравнивать божий дар с яичницей глупо. И люди, кто такой сравнивают, дураки. Это я, к примеру, о таких людях. Вот, кстати, у меня видео я даже специально сделал, не поленился. Которое так называется. Дед курил, пил, ел все подряд, прожил 95 лет. И что с того? Вот посмотрите это видео. Далее, Олеся Блок. Юрий Андреевич, благодарю, ждала это видео. На случай простуды купила ваши капли для носа. Ну, спрей для носа, вот этот, да? Правда, пока ни разу не пробовала. Благодаря тому, что, следуя вашим советам по питанию, всякие простуды не появляются. Но, мало ли, под рукой сразу зато есть. Конечно, более того, добавлю, что кого-то из родственников, там, члена семьи, случилось, что раздали. А можно попросить вас сделать подробный обзор на серебряную воду. Ее также применяют и внешне для обеззараживания, и во внутрь для борьбы с инфекциями, грибком. Но, правда, нет, с вирусами в основном. Но интересен сам механизм воздействия и необходимые дозы. Так вот, очень жалею, что вы и почти все люди все-таки не смотрят мои лекции, как правильно было бы делать все подряд и конспектировать. Ну, не делают так люди. Ну, делал я уже видео про серебряную воду, можно было бы найти. В поисковике, в ютубе же легко найти. Фролов, пробел, инфри, серебряная вода. Раз, есть видео, есть, отлично, смотрите. Ну, а внешне обеззараживать ей нет, ничего не надо, и нужды нет. И не обеззаразит она быстро. Для этих целей лучше спирт. Протирать ручки, руки там, в машине где-то едете, или в общественном транспорте не можете помыть там потом, да? Это да. Или перекись у той же трехпроцентной, если мы говорим о коже. Ну, впрочем, в том видео я рассказывал о перекиси, как ее можно использовать для обеззараживания, например, продуктов питания через воду там и так далее. Шатаварта даст. Спасибо, Юрий Андреевич, за просветительскую лекцию. Так совпало, что я несколько дней назад от отчаяния стал принимать перекись и сейчас дошел до 10 капель на 50 миллилитров воды. Кошмар. Да, я стал себя лучше чувствовать. Улучшилось зрение, перестал пучить живот. Ну, правильно, дисбактериоз прошел, потому что вы подавили микрофлору. Прошли боли в коленях, в желчном прошли боли, и даже вечный пульс больше 100 снизился до 80. Но после того, как вы все так научно объяснили, я, пожалуй, прекращу это самолечение, потому что вы убедили меня в том, что перекись это канцероген, безусловно. Спасибо вам за это огромное. Действительно, вылечу что-то, а потом двину кони от рака. Дорогая цена за общее улучшение. Нужно, чтобы об этом узнал весь мир, особенно наши русские фанатики, любители чего-то там принимать. Да, вот если, я еще раз говорю, у русского человека такая вот любовь, не то что к халяве, это вот тут, поймите правильно, не в этом дело. Вот что-то такое простое и непринужденное, на что не надо затрачивать воли, усилия, время, там, изучать что-то, так сказать. В общем, ни время, ни силы затрачивать не надо ни на что. Вот это для нас. И мы верим, что такое примитивное есть панацея от всего. Но это бред. Не бывает такого. Это противоестественное. Это против здравого смысла, разума, логики. А цена, да, дорогая за временное улучшение. Ну, дальше пишет человек. Потому что одна бабка, мол, сказала, да, побольше бы таких здравомыслящих и благородных людей. Какой мир бы стал лучше здоровья вам и любви. Благодарю за такие высокие слова поддержки и оценки. Благодарю. Рад, что помог вам этой лекции. Вот это пишет вменяемый человек. Не потому, что он меня послушал. Как примитивный, глупый человек скажет здесь, может быть. А потому вы лучше слушайте. Почему? Что и как человек написал. То есть, суть всегда слушайте, а не желание и хотелки ваши. Луиза пишет. Кстати, интересно, но это больше так, да, эзотериков, не материалистов. Вот я не зря запомнила про перекись. При контакте с душой Неумывакина, ну, она пишет, у нее был контакт, после его ухода была получена информация, что с перекисью он ошибался. Небезопасно ее пить. А соду можно. Это в доступе в Ютубе. Наберите ченнелинг Неумывакин. Ну, вот я не набирал. Вы наберите, если будет интересно, какой-то ченнелинг Неумывакин. Неумывакин. Ну, хорошо, кому-то, может, это поможет. Далее. Топ-1-100. Верю вам и полностью с вами согласны. Юрий Андреевич, перекись это уже точно не антиоксидант. Безусловно. Это просто научный факт. А Неумывакин что в той лекции говорил? Это антиоксидант. Дурь абсолютная. Благодарю вас за труд, за знание, которое вы нам даете. С наступающим Новым годом и Рождеством. Благодарю и вас также. Рудольф Давидиан. Достаточно у него бреда. Думаю, после вашего разоблачения научно многие возьмут на вооружение, в чем полезен, где вред. С восхищением отношусь к вам всегда. Вам многие годы счастливой жизни, да, много-много людей смогут после ваших, считаю, непревзойденных оздоровительных лекций научных подправить здоровье, вылечиться и так далее. С уважением, все благ. Благодарю, я очень на это надеюсь. Ренат Фатихов. Неумывакин также говорил, что кислород это яд для организма. Да, это он к тому, что я в лекции сказал, что Неумывакин как раз и говорил, что одним из преимуществ действий перекись, что он разлагается в том числе на кислород, а кислород обеспечивает в тех тканях, до которых кровь плохо доносит кислород, вот эти ткани кислорода. Поэтому людям становится легче, ум яснее и так далее. Да, я говорю, это правильно. Но что такое кислород? Вот это окислитель, в том числе активный кислород, когда реакция идет и так далее. Так вот, и пишет дальше Ренат. По сути, сам себе Неумывакин противоречил. Рекомендую пить перекись водорода. Ну, а рекомендовал лечить организм за счет повышения уровня СО2 в организме. Да, говорил, это Неумывакин. Это совершенно правильно и справедливо. Только не пакетиком дышать. Опять вот эта халява идиотская. Как меня это бесит. Как вы будете контролировать уровень углекислого газа в крови, дыша через пакетик? Там есть пропускные клапана. Там есть какой-то вот регулятор. Это я к тому, что у меня было видео, которое называется «Гипертония. Часть 2». Где в конце как раз я рассказывал, как влияет углекислый газ на расширение сосудов. И более того, на лучшее усвоение кислорода остаточного. Благодаря повышенному количеству углекислого газа. Кстати, как и с водородом. Там тот же эффект идет. Ну и далее пишет Ренат. Подобные советы, кстати, есть и в книгах других авторов, других методик лечения. Что насчет СО2 в организме происходит расширение сосудов, улучшение циркуляции крови. Убираются спазмы. Ну, совершенно верно. Сосуды деспазмируют, мышцы расслабляются и сосуды расширяются. Кровь лучше начинает течь. Совершенно верно. И усиливается обмен веществ. Ну, совершенно правильно, да. Ну, а противоречия как раз Ренат вот эти указал тоже. Ну, правильно. Ник, живи осознанно. Спасибо за видео. Важный вопрос. Можно ли заранее разведенную перекись трехпроцентную с водой 50 на 50 использовать как антисептик для рук? Нашу с собой во флаконе по несколько дней. Нет, нельзя. Потому что разведя уже реакция идет, вы через там несколько часов теряете. Не полтора процента концентрации будет, а 0,1, грубо говоря. Не будет это работать. Зачем это надо? Вы либо тогда трехпроцентной перекисью это делаете, либо, что лучше, просто спиртом протираете руки. Это гораздо быстрее, эффективнее, надежнее будет. Будет ли она действенная, как и неразведенная? Неразведенная, к сожалению, дает резкий запах. Ну, неприятный. Ну, что делать? Ну, нет, не будет, поэтому лучше неприятный запах или спирт. А лучше использовать вот такой карманный ультрафиолетовый обеззараживатель. Вот этот, посмотрите. Ссылку на него оставим под видео. Так, Мари-Мари, 100% правда? Перекись-окислитель, естественно. Алекс Алекси. Привет, я из Болгарии. Спасибо за ваше видео. Очень-очень полезно. Хочу спросить, есть ли разница между водородной водой и живой водой? Или это одно и то же? Минуту моей рекламы. Качественной, уникальной и очень нужной всем продукции от Фролова. Понимает тот человек или нет, от этого суть не меняется. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа. Но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами. А значит, снимает сухость слизистой. И перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос, и горло. Давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео. Ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского Академгородка, гель для суставов глубокого проникновения, для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которая лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель-сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналогов в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти 4 видео об этих 5 продуктах я дам вам в описании под этим видео, под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Кстати, уважаемые товарищи зрители, вы знаете, что такое система провила? Это уникальная древнеславянская еще разработка, ну в наши дни, конечно, с помощью техники, материалов, модернизированная, по исправлению зажимов, спазмов мышц, для исправления сколиозов и прочих проблем со скелетом, с позвоночником. Я настоятельно рекомендую вам посмотреть видео, ссылку на которую я оставлю вам, вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Найдете слово крупно, провила, и нажимаете на ссылку, и посмотрите. Хочу спросить, есть ли разница между водородной водой и живой водой? Или это одно и то же? Слушайте, живая вода, это не научное определение, это, как сказать, образ такой. Но по сути, что подразумевается многими авторами под живой водой, это как бы вода по водородному показателю, это щелочная вода по pH в среде. То есть кислая, мертвая, которая обеззараживает, а живая, потому что все среды нашего организма, в основном, кроме некоторых, щелочную реакцию имеют. И поэтому щелочная вода очень важна, полезна в этом смысле. Ну вот живая вода, это щелочная. Но это совершенно не главный показатель. Самые главные другие. Это действительно наличие молекулярного водорода в воде, это ОВП, это поверхностное натяжение, его коэффициент и прочие показатели. Видео уже советовал, какое мое, посмотреть на эту тему. А водородная вода, это вода, в которой есть повышенное от средней исходной количество молекулярного водорода, образующегося при электролизе воды. Для получения такой воды лучший прибор, который я могу порекомендовать, это, конечно, Неопен. Ссылка будет под этим видео. Далее. Можно, пожалуйста, разъяснить подробнее. Ну, тогда объяснил. Хочу заказать вашу водородную бутылку. Ну вот, объяснил какую. Неопен лучше, но в втором месте вот этот корейский. Он подешевле, этот прибор, но тоже довольно-таки эффективен. И поймите, там самое главное, безопасность. А цена именно отражение безопасности, так как на цену влияет то, что электролизные вот эти все блоки, мембраны покрыты несколькими слоями платины. Зачем это надо? Потому что любые металлы, даже титан, вообще любые, кроме платины, только кроме платины, при электролизе выделяют атомы себя в воду, и просто человек начинает травиться постепенно тяжелыми металлами. Если эти электролизные блоки, пластины, там не важно что, сделаны из любого металла, кроме платины, или не покрыты платины, а платина, штука дорогая. Это главная причина цены такой бутылки. Но я надеюсь, для вас цена вашей жизни важнее денег, и потому разумный человек выберет безопасную эту водородную бутылку. Ну, генератор водорода, правильно сказать, стакан. Ну и последнее, пожалуй, Владимир Видов. Согласен с каждым словом, что вы сказали. Большое спасибо за ролик, за разъяснение, как пить соду и что такое перекись водорода. А про соду у меня несколько видео было. Как она может помогать, как она не может помогать. Короче, все ясно, как божий день. Нужно ко всему относиться аккуратно. Самое главное, я понял, то, что нужно пить чистую воду. И тогда, когда тебе хочется. А не тогда, когда тебе сказали 2-3 литра обязательно пить. Ну да, потому что, смотря какая погода, физический труд есть. Нет, что вы едите. Много ли твердой пищи, особенно дегидрированной или мало. От этого же тоже все зависит. Едите ли вы овощи, фрукты, грубо говоря, только на сыроедении, скажем. Или вы вообще только вареные, жареные едите. Огромная разница, как пить и сколько. Спасибо большое за ролик. Короче, не буду много говорить. Вы умницы, хорошей работы вам в дальнейшем. Очень помогаете людям. Я рад, что послушал вас. Расскажу всем своим, кого знаю. Об этом скажу, чтобы они смотрели ваши ролики. И вам доверяю. Спасибо еще раз за хорошую, честную, правильную, логичную работу. Ну, благодарю вас. Да, я вот тоже рекомендую вам, всем, дорогие товарищи, посылать мои видео, рекомендовать кого-то заставлять. Ну, кто убивает себя, а этот человек вам дорог. Вы, знаете, как вот не меч и бисер, но последний раз шанс дать человеку все-таки насильно его заставить посмотреть то или иное видео, в зависимости от его проблемы там и мышления и так далее. И попытаться человеку сделать все-таки хорошо. Или уже тогда, да, можно умыть руки и, что называется, судьба, ничего не попишешь. А мои ролики я советую смотреть и конспектировать. Это очень важно. Многие это, правда, понимают только, когда серьезная тяжелая болезнь нагрянет. И тогда, что называется, уже не до жиру, а быть бы живым. Поэтому люди по 8-10 часов сидят, конспектируют мои видео, записывают все. Ну, и это правильно. Но лучше раньше, чем позже, лучше не допускать, предупреждать, а не лечить. Ну, а если лечить, то не последствия, а причины. И главное даже первопричины. Но об этом, обо всем в моих лекциях подробно. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки. Все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи. Вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь. Вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.